Хоронили тещу, порвали три баяна. Такой отчет о выступлении Владимирской группы Black Mailers до сих пор не имел места быть. И вовсе не потому, что среди них нет ни одного баяниста. Просто на похоронах добрые блюзманы до сих пор не играли. Хотя примерно 4 года назад они окончательно определились со статусом свадебно-похоронным. Сводный свадебно-похоронный оркестр. Ну иногда говорю румынско-молдаванский. Плагиат это сделал как раз товарищ Брегович, потому что свадебные похоронные оркестры, они в любой деревне были. В румынской, в югославской. Фанфар Чикарелли – самый знаменитый оркестр из Румынии, из Эщепражин, из деревни. Самый знаменитый сейчас оркестр. Также Махала Райбанда, Тарафда Хайдукс. Это так же, как типа оркестр, ансамбль, Виаград. Группе Blackmailers 10 лет. В 97-м ее собрал известный в гитарных кругах России музыкант Алексей Барышев. Получился хороший такой классический бэнд с блюзроковым репертуаром. Постепенно процент калифорнийской крови победил все остальные, а Blackmailers стали побеждать в серьезных блюзовых фестивалях. А потом в их жизни случился Эмир Кустурица. После группового просмотра фильма «Черная кошка, белый кот» вышло наружу то самое незаметное со стороны. Играть по старому музыкантам группы надоело. Всем сразу. Как-то так получилось, это спонтанно и пошло-поехало, пошло-поехало. Блюзовый опыт никуда не делся, зато появился шарм, который оценили не все старые поклонники группы. Настоящим цыганам, говорят, нравится. Немцы и американцы тоже остались довольны. Они назвали это Russian Style. Russian. Раскалбашен. И в принципе вели себя точно так же, рвали на груди рубахи. На чужой груди. Так что с поклонниками во всем мире у Black Mailers проблем нет. Кажется, у них их вообще нет. Играть в полупустом зале для 10 человек – не проблема. Маршрут Владимир, Москва, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Кишинев – не проблема. Играть в одно обой место с Добши-Сдуб – да совсем не проблема. Беспокоит иногда разве что название группы. Всего лишь в одном городе один раз одна прекрасная девушка пришла и сказала, Ага, Black Mailers – это значит шантажисты. Это за 10 лет один раз был всего. Все остальное было и Blitzmiller's, и Black Miller's, и Black Miller's, и Black Maller's. И черный почтальон. И черный, да. И было даже в Питере. Внимание! Выступает группа «Черный почтальон» и лучшие стриптизерки города. А еще самый голосистый шантажист Тимофей Копылов беспокоится о том, чтобы все его коллеги были богатыми. Зато и уважает настоящих цыган, что не стыдятся своего достатка. Унизанные перстнями руки для него не безвкусица, а личная гордость. Это символ богатства. И теща жива, и Баян Целл, и 10 счастливчиков, которые предпочли концерт Black Mailers футбольному матчу, довольны. Жаль только, что Днепр в тот день не выиграл, и Black Mailers приедут не скоро. На Балканы собираются. Субтитры создавал DimaTorzok